Извините за вторжение. Все мы члены Ходсовета. Нас преследуют сомнения. И причина только в этом. Мы прервем вас ненадолго. Но поверьте, это важно. Это зол, простите, долга. Тут пардон в ответе каждого. Снова твое на качелях. Дело, братцы, непростое. Есть вопрос, в каких же целях на качелях эти твое? Понял. Может, встретились случайно и решили покачаться? Попытаемся детально в этом деле разобраться. Может, дети эти двое, шалуны и лобогрясы, а качели только повод, чтобы убежать из класса? Или важные заботы им порядком надоели, и они, чтоб не работать, взгромоздились на качелях? Или, может, их достали объективы папарацци, и они от всех сбежали, чтоб спокойно покачаться? Мысль теряется в догадках, в неизвестном, в тумане. Для чего? Зевали б сладко дома, лёжа на диване, никуда бы не спешили. Сладко спали, сытно ели. Нет. Чего-то там решили и попёрлись на качель. Очень странно, правда, это. Кто виновник? В чём причина? Нет достойного ответа. Взрослый, вроде бы, мужчина с взрослой женщиной зачем-то вдруг попёрлись на качель. Что он делал с ним собраться? В чём подвох? Какие цели? Может, он в плену соблазн? Может, страсть его колдовы? Всё это не сообразно. Нужно было по-другому. Обстоятельно, спокойно, с расстановкой на постели. Чинно, благостно, достойно. Нет, попёрся на качель. И она, пардон, туда же, сестра моя, как девчонка, право слово, но валялась бы на пляже возле моря голубого, загорала бы, губалась, побивала бы качели. Нет! Скочила, подорвалась, и туда же, на качели. Неудобное, простите, я сказал бы, положение... Странно. Понимаете, как хотите. Это странное решение. С незнакомым всем мужчиной. Прыг и сразу на качели. Ну, должны же быть причины, так сказать, задачи, цели. Может, всё это качание для отвода глаз? Пустое? Может, это наказание? Или что-нибудь другое? Аксиома, теорема или просто уравнение? Ну, сидели бы тихо дома. Нет, нашли увеселение. Извините, двое взрослых развлекаются, как дети. Нет, чего-то тут непросто. Что-то знают двое эти. То, что мы не понимаем, что от нас совсем сокрыто. Разберётся? Разгадаем. Ведь оно на то и висит. Чтобы тщательно просеять. Разделить муку и зёрна. И иллюзию развеять там, где слишком иллюзорно. Что дано? Одни качели. Но на них-то тут загвоздка. Почему-то двое сели. Двое сели. Вроде просто. Вроде двое на качелях. Только это всё непросто. Как понять, с какой же целью на качелях эти двое? Как бы... Что же их, прошу прощения, так сказать, объединяет? Что... В чём же здесь и суть решения между нами представляет? Есть ли скрытые мотивы в этом импортном сюжете? Что могли бы в перспективе дать толчок? Реча. Вызвать бурю обсуждений. Не дай бог, родить химеру. Не стыковку личных мнений и дискуссию. Примерно. Мир в огне. Повсюду гласность девальдирует устои. Ну, может быть, таят опасность? На качелях эти двое. Так качнутся, что сумеют сделать солнышко? Положим. Нет, подобные идеи допустить никак не можем. Да-да, это было бы незрело, пошло. Непатриотично. Несерьёзно, неумело и, простите, Галина Борисовна, неэтично. Предположим, могут дети оказаться на спектакле. Что предложат двое эти нашим детям? Страх? Не так ли дети могут усомниться? В непреложности культуры по ночам им будут сниться обнажённые натуры? Да-да-да! Да-да-да! И кого мы воспитаем? Кто придёт отцам на смену? Что мы детям предлагаем? Что мы носим мы на стену? Буржуазные катурны? Эфемерное воззрение? На разваленах культуры? На обломках вдохновения? Нет! Нельзя давать свободу и раскачивать качели! Псевдокритикам в угоду Их обслуживая цель! Идите! Если каждый предположим вдруг залезет на качели, мы не то что приумножим, потеряем, что имели. И зачем нам это надо? Нафиг! Нам не надо это! Мы же ядрён, батон, не стадо! Мы же члены худсовета! Предлагаем! Чтобы, положу, не сворачивать проекта, и при том добиться, чтобы максимального эффекта... Чтобы выполнить задачу и прийти к искомой цели, назовём проект иначе. Скажем, трое на качели. Трое, всё-таки не двое. Трое лучше для афиши, и для кассы лучше. Трое, и наплевать, что третий и штат. Треугольник! Это смело! Нет устойчивей фигуры! Надо нам под это дело подыскать кандидатуру. Штоков с недюжинным талантом, с мощной режиссёрской жилкой, только чур не дебютанта, дабы исключить ошибки, чтобы имел приличный опыт, был трудяга, не тузовщик, чтобы трое на качелях. Он, она и постановщик. Чтобы точно всё поставил! Взрывы, паузы, акценты, чтоб прорыв! Но в рамках правил. Нафиг нам экспериментить. Где же нам найти такого? Днём с огнём, и всё впустую. Птём вопрос. Заменим слово. Не такого, а такую. На качелях будет трое. Он, она и постановщик. В театр дело непростое, значит ставить... Значит ставить будет Волчик! Враг! Враг! Постановку утверждаем. Может быть обсудим смету? Смету мы не обсуждаем. Мы же члены худ совестных. Что ж, вопросов больше нету? Нет. 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 Репетируйте. Но! В меру. Снова члены худсовета соберутся на премьеру. Чтобы выпить на банкете. И своих коллег по цеху. Обосрайтесь, снова выпить и поздравьте к суспеху. Но у Волчика день рождения. Прямо нынче. Поздравляем! Братцы! 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 Больше поздравлений. Мы работать ей мешаем. Мы пойдем. Простите это. Ну, совещались, как умели. Наше дело сомневаться. Ваше раскачать качели. АПЛОДИСМЕНТЫ